Всем привет! Сегодня я дома, занимаюсь домашними делами весь день. Ещё даже не дозанималась, но уже устала. И написала Жене, говорю, давай хотя бы прокатимся часик, не больше. Надела самую тёплую кофту, думаю, вдруг будем гулять. Ну не самую, но одну из самых тёплых. Дома такая уютная атмосфера. Понимаю, что уже это видео выйдет 10 февраля, а я после 10... Это же будет, кстати, этот Новый год китайский, я уже и забыла совсем. После 10 февраля я планирую убирать всю новогоднюю атрибутику. Ой, как красиво! Поэтому максимально наслаждаюсь. Здесь у меня уже высушились вещи. Короче, сушилка работает весь день. Вот эта гирлянда, кстати, отпала тоже уже даже от двух крючков. Причём это произошло ночью. Когда я спала, это было очень страшно. Это было очень громко и очень страшно. Вот так вот по стеклу, когда она упала. Такой грохот страшный был ночью. Я одна, Женя как раз ушёл. Было 6 утра, я легла спать, и вот этот вот грохот. Я такая, Алиса, включи свет! И она такая зажигает, и я смотрю по сторонам, ничего не могу понять. Кстати, что-то не сработало. Но главное, что сработало тогда, той ночью. В общем, все гирлянды говорят о том, что пора бы их уже снимать. Скоро буду этим заниматься. Стиральная машина тоже заканчивает свой цикл. Осталось 20 минут. Я подожду, потому что читала комментарии про стиральные машинки, как они загораются, взрываются. Я про такое не слышала, и у меня, слава богу, ни у кого из родных, близких и друзей такое не случалось. Но всё же я переживаю, поэтому я вас услышала и не буду так делать. Пока вам цветочки обрежу. А я говорила, что мы поехали гулять. Ой, пол неровный. Пол неровный. Мы решили приехать в парк. Сегодня же сколько на улице градусов? Я думаю, 10 максимум. Минус 12. А может быть и минус 15 даже. В парк. Мы в этом парке были с Линой летом. Или когда его открыли? Осенью. Ты не был ни разу? Нет. Посмотришь, мы здесь, мы медведь. Эти могучие звери питаются сном. Это они что, запугивают так? Смотри, там соболь. Причём тут медведи и соболя? Они у нас водятся, поэтому рассказывают. Подожди, это точно про это всё? Ну, про чё? Ну, да, странно. Мы, короче, с Линой шли вот так, вот так, вот так, вот так. И потом вот так, вот так, вот так. Да, конец мы не ходили. Там остановился. А там что, что-то ещё есть, что ли? Да, вот путь дальше. Мы же до перекрёстка дошли, вы же видели направление? Эм, подожди, мы шли-шли-шли, и там справа вот уже дорога была. Вот эта дорога, вот эта подстанция. И машины где ездят? Парк продолжается. Вы не всё освоили, девушки. Подожди, чё за подстанция электрическая? Пойдём посмотрим. Мы-то тут не дойдём, вот этот путь... Максимум, это что-то способно сегодня. Так холодно же. Ну да, холодно. Пойдём, хотя бы, минимум. Куда, налево или прямо? Давай налево, вы тут... Там качельки какие-то есть, пойдём к качелькам. Да, влево. А, тогда ещё не было ни скульптур, ни качелей. А вот медведь. И вот этого тоже не было, ну здесь немножко поднастроили. Зато гирлянды висят, похожие на ульи. Нет, на эту, на штуку, которой достают мёд. Круглая такая, палка, мёд доставать. А, ну да. Качели! Реально? У этого не было. Прикольно. Белая такая, полуротонда. Три штуки. Пойдём качаться? У тебя не слышно оттуда будет. У меня, кстати, уже текут глаза. Маленько помочь тебе? Нет, ты меня собьёшь. Слушай, классно. Классно? Давай в такт. Ты сильно не раскачиваешься. Я сильно хочу. Ты мою камеру держишь. Хочешь сильно, а это без камеры. Холодно. Блин, мне понравилось. И не так уж холодно. Ну, качайся, я пока что-нибудь здесь не буду. Возьмёшь? Да, да, да. Так, короче, качельки, лавочка. Кажется, как будто нету каких-то палок. Да, тебе тоже кажется, что не хватает палок? Или задумка такая? Сейчас глянем. Наверное, всё-таки задумка. Здесь более широко, потом поуже. Да, наверное, так и надо. Ладно, пойдём до следующей скульптуры. Ты остаёшься? Да? Ну, ладно, я пока... Я... В смысле? Я кружочек сбегаю. Короче, мы шли. Особо тут ничего интересного, ничего нового. Только лес и вот это. Детская творчество. Это точно детское творчество? Я не уверен. Может, узосое. Довольно высоко расположено. Короче, дальше тоже просто дорога и ничего нету. Ну, мы с Ирой дойдём до конца в этот раз. До какого конца? Интересно же. Да, ну ты чё? А, так вот уже круг. Да, и вы уже обратно здесь пошли. Да, да, да. А мы с тобой пойдём дальше сегодня. Куда? А там ничего нету уже. Нету, есть. Мне кажется, ничего нету. Есть, есть. Эксплуатация женского труда. Так, подожди, мы были... Осад камней с мостиком. Где? А, он там? Было 650-300, лишь осталось. 300 метров? Да. Пойдём. Ага. А это обратно пидел здесь. Может, мы пойдём туда? Не-не-не. Может... Ну, интересно же. Блин, так холодно. Это мостик с какими-то... Ландшафтный мостик с чем-то там. Это мост? Да. Ну, он нависает, видимо, на пониженном уровне земли. Ага. Ну, вот... Зимой это неактуально. Зимой неактуально. Зачем мы сюда слим? Может, здесь даже водоёмчик образуется по весне. Может быть. Однако, перед тем, как мы сюда зашли, перед нами шли двое. Но они прям перед нами зашли. И всё. И сейчас мы идём, а их нет. Они куда-то испарились. А может, они по другой дороге прошли. Короче, это всё очень загадочно. Загадочный парк. Сейчас быстро обратно и домой делать дела. Ещё надо стирку достать. Надо ещё вещи посушить. Диван сегодня собирала, разбирала, короче. Дел много. Уже почти ночью я гуляю. К нам ещё до дома далеко ехать. Чё там? А, второй вход с картой и всё. Да, лекарь конечка. Там остановка стоит. Можно на спину ехать. Можно. Теперь идём обратно 650 метров. Да. Оставайся, я на машине приеду за тобой. Ага. На остановке, да, так я стою ночью. Ты не боишься за меня? Боюсь. Быстро буду ехать. Так ты бежать будешь? Тебя же до машины 650 метров бежать. Я не украли. Кого не украли? Тебя. А, меня? А я волосы спрячу и буду некрасивой. Ладно, короче, на водоёмчик посмотрели, да? Представили, что здесь камни, мостик и водичка. Представили, воображение поработало и пошли обратно. А в целом пахнет вкусно. Чё? С сосной. Ну, чё ты романтику портишь? Вот так снимаешь, и даже никто не знает, что там дорога. Это не важно. Ну, тут как-то спокойно, в любом случае. Это правильно, ночь. Люди, которые шли перед нами, просто пропали, и всё, и теперь здесь спокойно. Если мы пропадём, будет ещё спокойнее. А если мы отсюда теперь не выйдем? Смотрела такие фильмы? А вдруг это мёртвая петля? Да. Не, знаешь, фильм «Поворот не туда». Так, мы дошли до, как называется это, радиотрубы. Мы с ней иногда через неё разговаривали. Я помню. Привет. О, нифига, как громко. Хорошо слышно, ага. Чё-то написано тут у меня внутри у тебя. У тебя снег лежит? О, хочу посмотреть. Мне кто-то пишет. И это не ты. И не через трубу. А, ты мне звонишь по оранжевой трубе. Ладно, пойдём. Смотри, камеры. Как думаешь, работают? Да, думаю, работают. Я думаю, нет. А я думаю, да. Да? Ну и ладно, мы всё равно не узнаем правду. Чё-то светится. Надо что-нибудь исполнить, чтобы узнать, работает или нет. Песню в оранжевой трубе. Да, да. О, нифига себе. Прикольно. Летом что-то классное. Не было этого, ага. Летом, да. Да, туда можно подойти, посидеть. Даже зимой. И что, она зимой даже светится. Как летающая тарелка выглядит. Романтически. Романтически. Да. Роман, то-то. Смотри, ты видишь в этом человека? Получеловека, обнимающего дерево. Почему я вижу? А я вижу, что... Голова, рука и так у тебя платье. Что вот березка растёт, а сосна её ветви. Посмотри в камеру. Человек, да, да, да. Как будто он лежит и обнимает дерево. Скажи же, ты видишь это? Или у меня галлюцинации? Прикольно. Пойдём. Нет, это не ксилофон. Ксилофон будет дальше. Ты знаешь, как на ней играть? Называется, не знаю. Ну, догадываюсь. Маленькие лепестки один звук издают. Большие помни, другой. Да? Пятёрка. Семёрка. Четыре. О, реально разные звуки. Ещё бы знать, что тут такая надпись висела. Инструкция. Да. Такая цифра за какой. Куда тыкать? Чтобы песню исполнить, музыку. Ну, хоть что-то. Пойдём к ксилофону. На ксилофоне умеешь играть? Обязательно. Да, у меня был в детстве. Смотри, здесь три летающие тарелки. Это что, красный листочек был? Листочек? Да, листочек. Реально? От цветов каких-то. Кто-то тут цветами был. А, я думала, это осиновый. Кто-то тут романтику делал. Я думала, осиновый. Думаю, откуда он? У меня тут свидание было. Похоже с красавицей. Красная роза. Она дала ему по морде и сказала нет. Почему? О, ксилофон. Мы уже пришли, прикинь. Так, у тебя был ксилофон, поэтому играешь ты. У меня был разноцветный. Подожди, а какая разница, справа или слева? У тебя ксилофон был, а не у меня. Я вот так вот водила. Я вообще думаю, играет по верхним пластинам, а не по трубам. Почему? Потому что он по вон тем. Ну, либо по ним в том числе. Играешь? Играешь по краям? По пластинам играет, по моему, по пластинам. Нет? Да? Напишите, почему играет по пластинам или по кончикам труб. Будем знать. Они одинаковые звуки. Неудобно, потому что привязано. Дикольно? Наверное. Если уметь. Надо, чтобы оно было разноцветное. Ну, ты меня заинтриговал теперь с пластинами и с кончиками ленточка. Зачем? На память. На память о чем? О свидании о том, которое состоялось... С розой. Да, с лепестками, с розой. Оно было последним или первым. Вон, со знаком. Знак аж на бок упал. Результат свидания. Короче, все, мы прошли вот такой вот кружок. Ну, ничего. Даже по морозу. И раньше лета не придем сюда. Почему? Ну да, навряд ли мы сюда придем. Но весной может быть. Когда будет мостик с водой. А здесь такая темень, да, сразу? Вон там у нас находится Новоаннесейский лесохимический комплекс. Комплекс? По-моему, комплекс там у нас находится, но в темноте. Об этом потом. Так, сегодня вечерком. Что я делаю? Звезда горит сегодня для меня. Роу-сторры закрыты, значит, не людей я радую, а себя. Я уверена, Лина сейчас улыбнулась, скажет, так и надо. На ужин у меня здесь маринуется кусочек грудки. Хочу запечь грудку, сварить рис. Короче, у меня какой-то разгрузочный день. На обед овсянка, на ужин запеченная грудка и рис. Вот такой день. Пока курица маринуется, я буду здесь заниматься своими делами другими. О, кстати, вот эти вот шоколадные яйца Love Is. Я даже не знала, что такие есть. Потом откроем вместе. Пока что не буду открывать. Они такие тяжеленькие. Короче, никогда не пробовала. Вот попробуем. У меня есть вот такая штука, даже две, из машины. Я не знаю, как они правильно называются. Мне нужно от них оттереть скотч. Короче, отклеить эту изоленту. Отмыть все клейкое, что здесь есть. По поводу отмывания клейкого слоя от всякого скотча, наклеек. Вы мне часто писали, что можно это все сделать феном. Да, фен помогает. Я тоже этим способом часто пользуюсь. Но не всегда он помогает, как оказалось. Вот, допустим, когда вот на этом средстве отмытья посуды была наклейка, я не могла ее убрать ничем, видимо, потому что здесь поверхность такая пористая, шершавая. Я пробовала тогда и майонез. Майонез действительно иногда помогает. Его сверху на наклейку наносишь, и она как бы размягчается, и все. Майонезики, мыльные растворы, замачивание, фен. Чуть не расплавила уже эту бутылку феном. Бесполезно. Вообще ни капли не помогло, на удивление. Дальше пошел вход в спирт, ацетон. И все, у меня закончились жидкости дома для смывания. Я уже такая поникшая, захожу в ванную и смотрю, там стоит обезжириватель, который мне Женя принес с гаража, на который мы крючки-то крепили на Новый год. И думаю, ну, бензин бензином, обезжириватель, он же бензином пахнет. Думаю, а что бы не попробовать? Я попробовала, и оно вот прям как по маслу отошло. Очень легко и быстро, на мое удивление. Так что, если кто не знает, можете попробовать. Не знаю, все ли обезжириватели такие и все ли наклейки такие, но попробовать стоит. Это был вот этот чудо-обезжириватель. Он, конечно, очень сильно пахнет бензином, причем невкусным бензином. Я люблю запах бензина, но это бензин с чем-то. Но главное, что работает. И крючки висят почти все, и наклейки даже отмывает. Однако мы решили заказать на всякий случай ещё вот такой вот удалитель наклеек какой-то специальный. Здесь написано, что его надо хорошенько взболтать, встряхнуть, или как тут? Перед использованием энергично встряхнуть баллон. Энергично обязательно. Можно нанести прямо на наклейку сверху, можно просто наклеить без наклейки. Хочу теперь узнать, что лучше будет действовать. Вот это средство или старый добрый обезжириватель. Сейчас я всё это дело отклею, и обязательно буду работать в перчатках. Хоть это и не димексид, но всё-таки димексид меня многому научил. Интересно, а димексидом ототрётся? Димексид, я думаю, сотрёт вообще всё почистую, но если он клей разъедает, то здесь, конечно, лучше не рисковать. Короче, этот удалитель наклеек идеально работает, даже ничего не надо ждать, но он очень сильно распыляет. Вот чуть-чуть прям нажимаешь, и оно вот уже на столе у меня. Отмывает быстро, легко, идеально. Пахнет, очень вкусно пахнет ярко насыщенными апельсиновыми корками. От обезжиривателя, зато запах, конечно. Кстати, он сам капает, его даже не надо нажимать. Тоже очень легко убирает. Ну, так же, как и профессиональное средство. Получается, разницы нет по действию. Есть разница по запаху. А, рис готов. Короче, вот этому средству специальному плюс за офигенный запах вот этих мандариновых апельсиновых корок. Это прям круто. Им прям надо было заявить об этом, и это бы сыграло для них как маркетинг. Но об этом нигде не написано, просто написано «приятный аромат». Обезжириватель точно так же работает. Всё, в общем, очень легко смывается, оттирается. Специальное средство это, конечно, хорошо, особенно если оно приятно пахнет. Но банка сильно огромная. Я бы сделала поменьше, потому что ну где такую махину хранить. Если нет специального средства, то, оказывается, можно пользоваться обезжиривателем. Для меня это открытие. Я вообще никогда не пользовалась обезжиривателем. Благодаря гирлянде и Новому году как-то пришлось. Мне пришлось в этой квартире им пользоваться. Теперь у меня в квартире пахнет мандаринами с бензином. Бензином с мандаринами. Надо проветрить это. Непередаваемый просто аромат. Там, в принципе, тепло, поэтому, я думаю, лёд не должен намёрзнуть. Пусть проветривается, пока я буду ужинать. Курица, я смотрю, уже вроде как готова. Белая. Хотя на камере непонятно, на самом деле, белая. Никогда так не запекала, кстати, в фольге. Но это же достаточно просто. И полезнее, чем жареная. Итак, думаю закончить это видео на рубрике «Мысли вслух». Пока у меня здесь крем. Нанесу на руки, потому что вообще так сохнуть сильно влажность. 26. Морда грустная. Ей всё равно не нравится. Это всё равно мало. Короче, пока буду наносить крем, расскажу, о чём думаю. И что вообще происходит в моей жизни. Вчера мне позвонила Лина и предложила работать у них в Асконе. Я в раздумьях. Я понимаю, что я самозанятая. И, кстати, о самозанятости. Много людей задаёт вопросы, кто я, что я. Я пишу, что я самозанятая. Типа, и что ты делаешь самозанятая? Вроде как понятно, что я делаю. Я снимаю рекламу. Я работаю на Ютубе. И всё это официально провожу. Но сейчас иначе никак. Ведь закон о рекламе в сентябре уже как бы ужесточили. Поэтому я и до этого, по-моему, маркировала. Я, в принципе, стала самозанятой. Это только в августе получается. Ну, я про это про всё говорила. Но, видимо, нужно, наверное, эту тему освещать каждые полгода. Потому что новые зрители, всё больше и больше вопросов. Да, и в жизни у меня, конечно, может что-то меняться. В общем, я как самозанятая плачу налог НПД. Налог на профессиональный доход. Но не плачу НДФЛ. Не только я, так все самозанятые. Они платят только НПД. Для самозанятых есть два вида ставок. Всё зависит от того, кто покупает товары, либо услуги. Ну, в моём случае, услуги по размещению рекламы на платформе Ютуб и так далее. Всегда по-разному прописываешь в договорах. Короче, 4% если деньги пришли от физического лица. И 6% если от ИП или от юридического. У меня в основном в договорах юридические лица были. ИПшники даже не помню. Может и были поначалу. Вот не помню. Ну, в любом случае 6%. Правда, там для самозанятых специальное приложение. Там даётся лимит 10 тысяч. Но он не сразу снимается. Не сразу весь. То есть, всё равно я плачу налог каждый месяц. Но там получается не 6, а по 4%. Пока что, пока не истечёт этот лимит. По-моему, я уже слишком ушла вглубь. Не суть. Короче, это всё, конечно, хорошо. Но не идёт стаж, не накапливается пенсия и так далее. Вот этого всего нет. Поэтому я всегда понимала, что нужна какая-то работа. Благодаря которой у меня будет хоть какая-то стабильность и будет идти стаж. Ну, я, конечно, не планировала и не планирую ничего до сих пор. Просто вот. Это просто мысли вслух. Если что. Однако недавно я Жене как раз рассказывала, что вот благодаря МФЦ, благодаря пятидневке я поняла, что это не моё. Ну, что я не могу совмещать блогерство с вот такой работой, где 5 через 2. Сразу оговорюсь, что я ничего не имею против пятидневок и таких вот работ, как банк, МФЦ, там какие-то структуры типа ЖКХ, школы и так далее. Я ничего не имею против, я только за, но просто я не могу совмещать такую работу с блогерством. А я хочу совмещать. Это, конечно, прекрасно, когда приходишь с работы и можешь заняться домашними делами, уборкой, каким-то бытом. Ты можешь заняться, потому что у тебя есть время. Ты ушёл с работы и всё, и забыл про это. Но у меня-то здесь другая занятость. У меня-то здесь минимум 18 часов монтажа одного ролика. Ещё его снять надо. То есть в МФЦ я никак не могла это совмещать, ну поэтому вот я и ушла, и стала самозанята, и абсолютно не жалею, мне так комфортно. Это прям моё. Но в то же время я понимаю, что мне нужен стаж, и хорошо было бы... А, ну вот, о чём мы разговаривали-то. Я сказала, что когда я пойду на работу, когда-нибудь, что мне нужна работа 2 через 2, как минимум, ну точно не 5 через 2, а лучше 2 через 2, и работа, на которой я смогу монтировать. Ну вот так сказала, это всё проговорила, мы там поразговаривали, и всё, и забыли. И через 2 дня мне звонит Лина. И мне сразу, когда она всё это говорит, у меня сразу мысль, как так всё быстро исполняется. Вот ты только подумал, и даже не планируешь, и даже ещё не хочешь, но вот ты только об этом сказал, подумал, сказал, и оно сразу же сбывается и реализуется в жизни. Поэтому вот мне как-то даже жутковато стало. Конечно, я в раздумьях, потому что я и не планировала. С другой стороны, да, 2 через 2 — это хороший график. Но самое главное для меня блогерство, потому что работу можно найти. Можно на любой вкус найти, если чего-то не умеешь, можно отучиться. Сейчас все возможности есть для человека, ну если хочешь, конечно, если есть желание. А вот блогерство вот так вот по щелчку не откроешь, канал не откроешь. Ну точнее его можно открыть, но не разовьёшь так. Это сколько у меня лет уже прошло? Пять? Почти 6 лет уже. У кого-то, конечно, получается быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то вообще не получается. Но в любом случае я считаю, что не хотелось бы вообще мне это бросать. Наверное, в идеале я мечтаю о какой-то гармонии, чтобы у меня было и то, и то, и стабильность была, и стаж, и монтаж, чтобы был и на работе, и дома я успевала и снимать, и на работе монтировать. Ну либо... Я не знаю как, но, короче, я мечтаю о какой-то такой гармонии, чтобы было всё, но не знаю, насколько это возможно воплотить в реальной жизни. Я ещё такой человек, который всегда всё пробует. То есть если мне что-то предлагают, это всегда, не вовремя, всегда. Но я всегда пробую. Думаю, а вдруг? А вдруг будет хорошо? На работах, где два через два, я никогда не работала. Поэтому я в раздумьях, но пока что это только мысли вслух. Я ничего не решила и просто скорее решила рассказать вам про самозанятость, про свою деятельность, ну и про то, о чём я вообще думаю, о неожиданном звонке Алины, действительно неожиданном. Ну и вот так вот на эмоциях просто делюсь. Может, время пройдёт, я подуспокоюсь, но вот сейчас я прям такая на эмоциях, в раздумьях и в рефлексии, в самоанализе. Я видела, там ещё вопросы были по поводу Асконы. Как-нибудь, когда приедем туда к Линии, я, наверное, у неё всё спрошу. Пока что мы так не виделись вживую, только на телефоне созваниваемся, ну и у меня есть время пока что подумать. Ладно, всех, кстати, с наступающим китайским Новым Годом, он же 10 февраля, правильно? Если я ничего не путаю, не знаю, буду отличать или нет. Ну, для меня главное ночью загадать желание и просто помнить, что сейчас где-то в Китае праздник. А Китай-то у нас совсем рядом, близко находится, но по сравнению с другими странами или с той же Москвой. Так что для меня это знак, что надо будет скоро убирать вот это всё, вот эту всю красоту позади меня. Я буду с вами прощаться, спасибо за то, что были сегодня со мной. До скорых встреч и всем пока-пока!